В Орлёнке прошли волонтёрские игры. Во Всероссийском детском центре Орлёнок завершился ежегодный региональный волонтёрский форум, который с 15 по 20 сентября проводил благотворительный фонд под флагом добра. Каждый год в Орлёнке в сентябре приезжают такие же мальчишки и девчонки, как вы, на наш волонтёрский форум для того, чтобы показать свои проекты. Но у нас с вами ещё более интересная задача – собрать эти проекты прямо здесь и прямо сейчас. И уже 20 числа у нас будет настоящая презентация ваших собственных проектов. Я теперь волонтёр. Я волонтёр, флагом добра, флагом добра, флагом добра. Простых вас, ребят, мы знакомим с тем, чем мы занимаемся. Я думаю, даже вот этот фильм чуть-чуть приоткрыл чего-то для вас, о нас больше. Мы делаем вот это украшение своими руками. Ну, фенечку такую, только большого размера. Руки, посоединяйтесь. Форум помог ребятам, никогда не занимавшимся волонтёрством, открыть для себя все плюсы добровольческой деятельности. Они посещали занятия специалистов из разных профессиональных сфер. Врачей, учёных, художников, мультипликаторов и музыкантов. Все мы разные. Чего-то у нас больше, чего-то нам нравится больше, чего-то меньше. Но лир необычайно многообразен, интересен. И есть очень интересные люди, соприкасаясь с которыми ты начинаешь чем-то заряжаться. А теперь можешь это спеть на октаву выше. То есть «Ля-ля-ля-ля-ля-орлёнок» Вот когда… «Ля-ля-ля-ля-ля-орлёнок» «Да». «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-любимый», «Ли-цень-хотим всё в жизни успеть» Просто мы хотели собрать сего лагеря и посмотреть. А когда же их соберете? Не знаю. Маша. Давайте одного уже все нашли, одного, давайте. Просто я не говорю про одного, а вдруг, да, классно, давайте соберем хотя бы три. Просто даже если мы сегодня ничего не запишем, запишем, главное, там вот в клипе, это отдельная история. Мне, в принципе, все понятно. Понятки писать. Творчество у нас всегда кипит! Я могу сказать, что не бывает вообще так неталантливых, неспособных людей. Те люди, которые родившиеся на этот свет, имеют способности. Но чтобы раскрыть их, чтобы найти ту ниточку и ту дорогу, конечно, нужно много трудиться и знать по себе побольше немного. Юные добровольцы знакомились с аспектами детской психологии и здоровья, раскрывали творческий потенциал и расширяли кругозор. Учились правильно использовать музыку и методы арт-терапии при реализации волонтерских проектов. Осваивали азы аранжировки и постановки праздников. Понимали, как снять напряженность и убрать волнение. Все знания, полученные на мастер-классах, теперь они смогут успешно применять в работе с детьми-сиротами и ребятами, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Кто хочет работать в мультипликации, обязательно должен чувствовать свет, обязательно должен иметь музыкальный слух, понимать и разбираться в музыке, ну и, конечно, немножко рисовать. Главным делом для мальчишек и девчонок стало участие в волонтерских играх, конкурсе социальных проектов. Всего за несколько дней, разбившись на творческие команды, они реализовали 12 идей, направленных на помощь детям в ТЖС. Свои проекты они презентовали на большом творческом мероприятии, ведущим которого стал музыкальный продюсер Орленка Михаил Гребенщиков. Я снова вернулся и стою на этой сцене, как Орленок настроение! Я приглашаю главных героев сегодняшнего дня, всех участников регионального волонтерского форума под флагом доброй воли. Проводим их с третьим аплодисментами! Внимание на экран, и мы начинаем! Наша команда – корпорация праздников. Наш девиз – там, где есть корпорация праздников, там, где есть мы, волонтеры, там будет праздник. Наша цель – подарить хорошее настроение Орлятам и устроить незабываемый праздник для всех именинников. Корпорация праздников представляет! Добрый день, Орленок! Мы рады видеть вас всех в этом зале! И сегодня мы хотим вам продемонстрировать наш проект «С днём варенья Орлята!» В нашем зале есть особенные ребята, для которых именно этот день играет важную роль в их жизни. Итак, подборные аплодисменты мы приглашаем на эту сцену главных виновников нашего торжества! А сейчас именно для вас, и именно в этот важный для вас день, наш коллектив-корпорация праздника. Такие же дети, как и вы, как и вы, хотят поздравить вас с днём рождения таким творческим номером. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех, у тебя всё получится. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех, у тебя всё получится. Мы поздравляем вас с днём рождения! Эти подарки для вас! Мы приехали из города Новосибирска. Мы не ожидали, что попадём в такой проект. Волонтёром это что-то новенькое. Мы готовились, и у нас всё получится. В моём отрезе классные девчонки. Классная погода! Я впервые в Орлёнке. Это суперлагерь. Под флагом добра это милосердие и помощь. В этом проекте мы хотели бы вам рассказать о детях, у которых сбылись мечты благодаря Российскому детскому центру Орлёнок. Внимание на экран! По поверьям, Орлёнок — это место, где сбываются мечты. И сегодня мы хотим это доказать. Мы задавали ребятам шокирующий вопрос. Чего им не хватало дома, но они приехали в Орлёнок и это получили. Давайте же посмотрим. Я наконец-то увидела Чёрное море, прикрывалась в нём и исполнила свою мечту. Мы постоянно что-то делаем, в движении. У меня появилось огромное количество друзей, что даже сосчитать их всех не хватит пальцев на руках и ногах. Теперь я не сижу без дела, и у меня всегда весеннее. Ведя этот опрос, мы поняли, что в Орлёнке дети занимаются разными делами и находят себе друзей. И, естественно, на берегу Чёрного моря. Ведь это так прекрасно! АПЛОДИСМЕНТЫ С вами была студия КОМЕНТА! Наша команда называется Бэмс! 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 Наш девиз! Боевые, энергичные, молодые, симпатичные! Мы с Тимофеем очень любим животных, поэтому решили сделать этот проект, потому что нам стало жалко котов, которых дети таскают за хвосты. Берегите котов! Берегите котов! И собак тоже берегите! Вот как-то так! Вот как-то так! Привет, Тимофей! И мы хотим научить детей, как правильно обращаться с котами. Ты согласен? Да. Для этого мы пригласим нашего помощника Катю. У тебя есть коты? Да. Значит, ты знаешь, как правильно обращаться с котами? Нет. Попробуй погладить Тимофея. Ему не нравится, когда ты гладишь его против шерсти. Попробуй погладить его по шерсти. Попробуй почесать Тимофея за ушком. Тимофея не нравится, когда его дискают. Не корми котов конфетами. И не забыли животных. Лучше дай ему рыбки. У тебя есть с собой рыбка? Нет. Погладь Тимофея, он расстроился. Нет, нет, нет! Никогда не было котов за хвосты. Им это не нравится. Ну вот и все. Мы рассказали вам о том, как правильно обращаться с котами. И с вами была команда «Бэн». Наша команда называется «Импульс». Наш девиз. Импульс – это я. Импульс – это мы. Импульс – это лучшие люди страны. Мы представим себя в качестве тренеров. Будем тренировать детей, чтобы они становились спортсменами. А сейчас каждый расскажет немножечко о себе. Меня зовут Иван. Я занимаюсь спортом четыре с половиной года. А именно – лыжными гонками. За свою спортивную карьеру я неоднократно занимал призовые места на первой селомности. Меня зовут Ростислав. Я занимаюсь шесть лет в мини-футболе. Я участвую в областных соревнованиях и в районных. Ну а меня зовут Максим. Я занимаюсь легкой атлетикой три с половиной года. Я участвовал в районных, областных и всероссийских соревнованиях и занимал много призовых мест. Меня зовут Павел. Я занимаюсь легкой атлетикой более трех лет. Я имею комплекты наград с района и области. Несмотря на то, что мы занимаемся разными видами спорта, здесь, в Ормёнке, мы объединились в единую команду под названием «Ибус». Также у нашей команды есть эмблема-логотип. Мы представляем себя в качестве тренеров, а также мечтаем провести турнир между командами детских домов прямо здесь, в Орлёнке. Приходите к нам на тренировки, и мы сделаем из вас настоящих мастеров. Вас ждёт команда «Ибус». Наша команда «Улыбка добра». Жить без улыбки – просто ошибка. Алло, Кикимра, ты? Ну шо, я к тебе вечером с ягодками наведаюсь. Ага, ага. Ждёшь? Ну, ну, жди, давай. О, земляничка моя любимая! А куда всё подевалась? Вы что ли всё съели, проказники? Вывод? Съем вас! Мне так нравится рыбка и птичка, я с ними не шумно шучу. Съедаю всех по привычке, солью мариную ночью. Солью мариную ночью, солю мариную ночью, солю мариную. Кипи вода, кипячь, кипи вода, кипячь. Незарова я не сплю, ведь мальчикам и девочек, ведь мальчикам и девочек в неё очень-оченьочек люблю. Что случилось? Опять ты, баба Ига, на повод! Не трогай. Баба Ига, ты почему такая злая? Ты что, не знаешь, что такое доброта? Доброта? Нет, не слышала. Ну, слушай. Что такое доброта? Что такое доброта? И увидеть нельзя, и нельзя потрогать. Доброта это когда-то когда-то сядут друг к другу, друзья, и летать не могут. Нет, ну, доброта это, конечно, хорошо. А кушать-то я с Кикимори шо на ужин-то буду? А, придумала. Принесете мне новых ягод, отпущу ваших друзей. А пока пойду к Кикимори позвоню. Ну, где же мы возьмем ягоды? Я вам помогу. Что такое доброта? Что такое доброта? И увидеть нельзя. Им нельзя потрогать. Доброта это когда-то 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 сядут друг к другу, друзья, и летать не могут. Спасибо. Пожалуйста. Откуда ты ее взяла? Ну, мне дала ее, Белочка. Я ее спрятал, а сейчас она мне пригодилась. Спасибо большое, Белочки. А, ну шо, ягоды мои принесли? А волшебное слово? Это какое еще такое волшебное слово? А, это то, шо, повернись избушка к лесу задом, а ко мне передом. Нет. А, это то, шо, повернись избушка к лесу задом, а ко мне передом. Ой, спасибо, ребятки. Рассказали бабуле, что же такое доброта? Здравствуйте. Я Казан Николай, Ставропольский край, город Георгиевск. Я сказочник. Я сказочник. Я сказочник. Пишу сказку я один, и рассказывать буду я один без какой-то актерской помощи. Там осталось буквально чуть-чуть работы, тогда на финальной версии. Вообще, вообще, конец будет очень веселый. У лакоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. Нет, кажется, тоже кто-то написал. В траве сидел кузнечик. Зелененький. Нет, это уже кто-то написал. Мне нужна своя история. Сказка называется «Не бывает брошенных друзей». Однажды, давным-давно, мальчику на день рождения подарили плюшевого Мишу. Пошел. Не бросай друга, и он тебя не бросает. Не обижай друга, и он тебя не бросает. И всегда помнил, дружба превыше всего. Вот и сказочке конец. А то слусал. Молодец! Союз Орлят в Сибири спешит на помощь к вам. Поможем непременно всем тем, кто дорог нам. Наш проект называется «Детская туристическая тропа Орленка». Цель нашего проекта – показать самые интересные места Всероссийского детского центра Орленок. И первое наше место – это мост наоборот. Мост наоборот находится вот в лагере Штормовой и Набережной. Его особенность в том, что переходить по нему можно только вперед спиной. Мы советуем посетить вам этот мост не только, потому что это одно из самых интересных мест Орленка. Но и потому, что с этого моста открывается восхитительный вид на Черное море. Следующая точка нашего маршрута – Бирс Орленка. Это поистине восхитительное место, о котором есть интересная легенда. А эта легенда гласит о том, что один молодой принц полюбил прекрасную девушку. Но была проблема – их разлучало огромное расстояние. И для того, чтобы хоть как-то видеться, принц возвел огромный мост, который соединял два берега – Турцию и Орленок. Приехав к своей возлюбленной, принц узнал, что она полюбила другого. Из-за его горя море распушевалось. Оно поглотило огромное строение. И от Большого моста, соединяющего два берега, остался маленький пирс – Пирс Орленка. Ну а следующая точка нашего маршрута – это замечательный фонтан с рыбками, который находится возле дворца культуры и спорта. Это маленькое общежитие, вмещая в себя более 13 видов разных рыб. Но мои самые любимые – это американские семики и золотые рыбки. Этот фонтан работает круглогодично, а это значит, что неважно, когда вы приедете зимой или летом, вы в любом случае сможете посетить это замечательное место. Следующим интересным пунктом нашего маршрута является мост комплиментов. Его особенно заключается в том, что, проходя про него, надо обязательно говорить людям ближние приятные слова или комплименты. Этот мост находится между ЗКС и лагерем Штормовой. Также в Орленке есть набережная, на которой проводятся зарядки, различные игры и мероприятия. Там можно наблюдать за вечерним закатом, уходящим за грязан к морю. Контрольная точка нашей тропы – это космическая лестница. Она по-своему особенная. Например, если посчитать правильно ступеньки этой лестницы и загнать желание, то оно обязательно сбудется. Но при счете нужно быть аккуратным, нельзя наступать на третью лестницу сверху. Там написано «Я вас люблю». Это послание написал ребенок своей вожатой. Все самые замечательные места Орленка для вас представила команда «Союз Орля Сибири». Я хочу пожелать всем вам быть всегда уверенными. Несмотря ни на какие ветры, штормы, которые будут в вашей жизни, всегда старайтесь все преодолевать. И во все бури, даже ухитритесь, увидите в маленькой-маленькой лужице отражения звезд. Счастья, добра. Учитесь, приходите ко мне. Всем привет, меня зовут Катюша Бабаева. Я приехала из Костромы. Я придумала социальный проект «Фестиваль культуры и спорта для детей-сирот и детей ТЖС». В презентации проекта мне помогут друзья из моего отряда. Я состою в детской общественной организации «Поколение города Костромы». Мы занимаемся общественными делами и помогаем пожилым людям. Живем движением, творим душой. Живем движением, творим душой. Становимся счастливее, становимся счастливее, становимся счастливее. Люблю рисовать, танцевать и петь. Я творческий человек. Я бы хотела представить детский фестиваль творческой и культуры для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Первый блок фестиваля – «Вокал». Орельон! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 К сожалению, все чаще можно услышать такое понятие, как мусорные города, человечество, а если конкретнее, то это мы с вами, россияне, загрязняем окружающую нашу среду. Эта проблема стала настолько актуальна, что простые ребята из калужских школ решили вдохнуть в использованные предметы вторую жизнь. Добро пожаловать на наш канал! 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 в черно-желтый цвет, сделали крылышки, раскрасили их в желтый цвет. У нас получилась такая прекрасная пчелка. А теперь мы хотим подарить эти замечательные изделия друзьям, с которыми мы познакомились на форуме под плавом доброй воли. С вами была команда Нон Стоп! Наша команда «Счастливое детство» – наш девиз! За счастливое детство всех детей на планете, а особенно тех, кто рядом с нами. С нами именно сейчас! Наши дороги, большие моря, Играйте острые открытия, Великая мечта, Похоже, ты поплатишься, Мы, ты, ты, страна! Творческий размах был огромный, И наступает время, Когда жюри должно все обдумать, Поставить оценки. Кстати, не представил вам сегодня Легендарный звукорежиссер-аранжировщик Практически всех песен, Которые вы слышите в Орленке. Звукорежиссер с мировым именем, Работающий с мировыми артистами, Петр Пескунов. Это записало очень много ребят, Идищик здесь. Поступила волнительная минута, И мы приглашаем руководителя форума, Директора благотворительного фонда Под флагом добра, Наталью Вячеславовну Давыдову. Участники наших потрясающих, Необыкновенных волонтерских игр, Которые сегодня так потрясли зал, Тронули наши сердца, Дали нам столько идей. Ребята, вы такие молодцы. Я полностью поддерживаю слова Наших членов жюри, Что талант это то, Что, собственно, Я не знаю, Это состояние нашего государства. Было очень сложно определиться, Но блестящее выступление. Ребята несут жабров, И стараются изменить мир в лучшем. Это замечательно. Мы отметили творческую группу Корпорация праздников, Третье место. Сказки от Неголы. И творческую группу СОС. Да, дорогие друзья, Действительно, задача тяжелая, Потому что очень уж все хороши, И ее выбирать очень сложно. Итак, второе место у нас получают Два творческих коллектива. Прежде всего, это детский футбольный клуб «Импульс». И второе место получает Творческая группа «Нон-Стоп» Проект «Вторая жизнь». Из всех этих замечательных приятных ребят Надо выявить самое-самое-самое. Мы здесь посовещаемся, Как раз и говорили. И я хочу объявить Первое место Предоставляется, Отдается Творческое общественное объединение Лагеря «Комсомольский». Ну и как всегда, На любом празднике Все заканчивается Песней, Которая всех объединяет. Если застой пунктный дел, Ты вдачь необычной красоты, За всей планеты земля, Это мы, это мы, это я, От лета, От лета. Мы дети в скрипкой жизни, Можем нас не можем на вы, Можем мы, но лучше всех на свете. Парлетки пляшут дети, Парлетки пляшут дети, Взять как им, сам fluent contracts Жиль någonting дважды, Все elseелом, Россия крута, Наш телевизм на линейку сдам и Ле-ля-ля, Агр мелок, Ла-ля-ля, Мы третьим хотим всю жизнь и успеть. Лайсы-лясы-лясы-лясы-ляс-ля arch Парль, парль Парль, парảль, Парленки это песни прекрасно! Друзья, это был Любовский сервер! Пославилел Добрый Ульяр! Ля-я-я-я, ля-я-я, ля-я-я, так живым, приятный чай, ля-я-я, корма! Так получилось, что когда-то, очень много лет тому назад, я сделал фильм под этим же названием «Орлёна». И сегодня впервые показал ребятам, которые отдыхают в этом замечательном лагере. Волонтёры, желаю вам удачи, счастья, настроения, терпения. И чтобы вы всегда стремились в будущее. Молодость, солнце, красота, прекрасное море, прекрасный пляж, прекрасные молодые люди. Всем ура, всем привет! Волонтёрство – это твой путь к сердцам людей. Компании настоящих и преданных друзей. 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 Продолжение следует...